С подробным докладом выступил председатель арбитражного суда края Алексей Егоров. Он рассказал, что в 2018 году работники Фемиды рассмотрели около 50 тысяч дел. Глава региона поблагодарил судей за поддержку в важнейших направлениях в градостроительной сфере, земельных и имущественных вопросах. Большая часть дел касается экономических споров, в том числе банкротства компаний. Некоторые предприниматели сознательно идут на эту процедуру, оставляя своих работников ни с чем. Фиктивное банкротство, об этом говорят, и те работники предприятия, которые попадают в это фиктивное банкротство, первые говорят о том, что хорошо работающие предприятия, набирающие экономические темпы, вдруг становятся банкротами. Коллеги, вот каждый должен понимать, что институт банкротства – это институт выхода из экономической трудной ситуации. Но не способ передела наделенного. Как подчас у нас превращается этот институт банкротства в способ переделить. Вот здесь очень важно, чтобы суд стоял на страже, в том числе нормального работающего предприятия, и ни в коем случае не пособничал тем, кто на самом деле хочет рейдерски его захватить. Сегодня мы видим, Кубань растет, развивается, край идет вперед, меняется на глазах. И в этих условиях возрастает важность экономической безопасности и правопорядка, соблюдение конституционных прав граждан и законных интересов организации. Повышается значимость судебной работы. На арбитражный суд смотрят как на беспристрастный гарант справедливости в сфере предпринимательства. Краевой арбитражный суд занимает пятое место в стране по уровню загруженности. На одного судью приходится до 130 дел в месяц. На итоговом совещании Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко вручили государственные награды. Медалью за выдающийся вклад в развитие Кубани первой степени губернатор отметил председателя арбитражного суда края Алексея Егорова.